всем привет это на футбик 11 проверка очередного красавца стадиона построенного к чемпионату мира 2018 года да мы в алгограде как обычно проверим абсолютно все выставим баллы посетим матч и покажем как все обстоит на самом деле но что 11 проверка на футбик волгоград арена мы начинаем и и и и и и и и и В прошлом выпуске я открыл вам тайну. Я не знаю, что я живу рядом с Ростовом-на-Дону, хотя это и не тайна вовсе, но мой путь в Волгоград начинается именно отсюда. Алгоритм поездки готов. Погода же выдалась совсем не летная. Но меня сегодня это не беспокоит, благо я не полетел на самолете, а поехал на машине. Примерно через 3,5 часа пересек границу с Волгоградской областью. Оставалось проехать около двух сотен километров, которые можно преодолеть за 2-2,5 часа. Но логично же, что я так и сделал. Ну а дальше здравствуй город. Волгоград. Он же бывший Сталинград. Он же бывший царица. Как понимаешь, этот город менял свое название не один раз. Известен прежде всего беспощадными боями, которые проходили здесь во время Второй мировой войны. Именно в этих местах свершился перелом в сторону Советского Союза, изменивший ход всей войны. И в то время Сталинград был практически стерк с лица земли. Сейчас же уже в Волгограде на каждом шагу памятники и напоминания о событиях тех лет. И самый главный, о котором знают абсолютно во всем мире, расположен на Мамаевом кургане. Одна из самых высоких статуй в мире. Родина мать зовет. Казалось бы, на долю этого города выпала и так далеко не лучшая участь. Но современная история снова заставила Волгоград пострадать. С начала нулевых здесь было совершено множество террористических актов, в которых пострадали ни в чем не повинные люди. А в 2013 году город получил, наверное, самый худший подарок к Новому году, который только может быть. Но сейчас это уже история. В будущем Волгоград после этого всего должно ждать только самое светлое будущее. Современный город Волгоград раскинулся вдоль Волги на правом берегу. Протяженность города более 60 километров. Население на данный момент чуть более 1 миллиона человек. Но в последние годы тут отрицательная динамика. И прежде всего причина этому отток населения в другие города с более высоким уровнем жизни и заработной платы. В течение последних лет в Волгограде один за одним закрывались заводы. А те, что остались, работают далеко не на полную мощность. И это тоже проблема. Как понимаешь, теперь тут наблюдается нехватка рабочих мест. Волгоградская область находится в стороне от самых главных артерий страны. Наверное, это тоже является некоторой причиной более медленного развития мегаполиса по сравнению с тем же Ростовом или Краснодаром. Удаленность Волгограда от столицы по автодорогам составляет около тысячи километров. Но поверь, это немного не та тысяча по М4, как от Ростова до Москвы. Поэтому, если отправишься сюда на авто, чтобы сохранить нервные клетки, я советую проехать максимальное количество расстояния по трассе дом и только потом сворачивать в сторону Волгограда. Ну а еще лучше отправляться на поезде или самолете. Что делать в Волгограде? Знаешь, много моих знакомых очень недолюбливают его, а я вот совершенно не разделяю их мнение. Какая-то здесь атмосфера иная все-таки. Помимо Мамаева Кургана, куда вы обязательно просто пойдете, в городе стоит прогуляться по набережной. Хотя нужно признать, что она немного не совсем современная. Посетить музей, посвященный Сталинградской битве, да и вообще в целом, за последние годы Волгоград очень сильно преобразился. И снова же, спасибо чаю. Мы же отправляемся в самое культовое место, о котором я уже не раз, по-моему, сегодня сказал. К Мамаеву Кургану. Именно в том районе и находится стадион. Субтитры сделал DimaTorzok Главное, знаковое место города Мамаева Кургана. Открываются великолепные виды на стадион. Ну и просто здесь нереальная энергетика. Обязательно приезжайте в Волгоград заранее, за пару дней до матча. Ну а если вы попадете на майские праздники, и в частности на День Победы, то впечатление для вас обеспечено на долгое-долгое-долгое время. Чтоб ты понимал, в этом месте становится просто не по себе. И моментами понимаешь, что еще чуть-чуть и разрыдаешься, как ребенок. Настолько сильное это место. Камера по-любому этого всего не может передать. Но я попробую сделать так, чтобы вы ощутили хотя бы десятую долю этих эмоций. Бьется в тесной печурке огонь На поленях смола, как слеза И поет мне в землянке гармонь Про улыбку твою и глаза Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой Я хочу, чтобы слышала ты Как тоскует мой голос живой Каждый из вас хотя бы раз в своей жизни Просто обязан, должен считать своим долгом приехать в Волгоград Нынешнее поколение так мало знает о настоящей истории Но на это нужно исправлять свою историю, нужно знать И тем более такой подвиг, который был совершен здесь Во время Сталинградской битвы Я немного отошел от темы Но я серьезно считаю, что Волгоград Это обязательно место для посещения каждого Каждого Тебя, тебя и тебя В нашей стране От моей негасимой любви Десятки тысяч жизней, которые отданы здесь Главный символ победы напоминает постоянно Насколько велик этот подвиг Ты извинись, что я начинаю этот выпуск именно так Но я даже не могу себе представить Как его можно начать в этом городе По-другому От моей негасимой любви В Волгограде не сложно найти жилье, если, конечно, это не какие-нибудь праздники Ну а если вы решите поехать и вовсе к 9 мая сюда То вы получите максимум эмоций Но в то же время кошелек ваш изрядно опустеет Именно в эту дату цены подскакивают в несколько раз У нас же до мая было еще совсем далеко Поэтому квартира мне обошлась в 2000 рублей за сутки Но давайте уже переходить к стадиону Ведь именно ради этого мы здесь Волгоград Арена находится на месте старого стадиона на берегу Волги Место поистине потрясающее Ведь с обоих сторон сразу два символа города И в этом большой выигрыш у стадиона Ведь, как понимаете, перед матчем сходить есть куда Но все ли вокруг стадиона так хорошо, как я описываю? Сейчас узнаете У подножия Мамаева Кургана и стадиона В 2018 году появился современный парк Аллея России Открыли его именно 9 мая В память о павших в Сталинградской битве Он неплох Хотя, если захотеть, то докопаться можно ко всему Но вот так, визуально С территории пока что у нас все хорошо Сейчас я нахожусь в одной из главных фотозон Города Волгоград Если вы покопаетесь в институте, то обязательно найдете фотографии с этой локации Возле стадиона Вечером это все светится такими голубыми огоньками Ну и получаются потрясающие фотки В целом, эта аллея не самая лучшая, конечно же, что мы видели Но однозначно это огромный плюс Учитывая, как в России обустраивают прилегающие территории к стадионам История стадиона Волгоград-Арена В отличие от большинства стадионов, построенных чемпионатом мира Начинается намного раньше решения FIFA о проведении Мундиаля в России Ведь на том самом месте, где сейчас стоит красавица Волгоград-Арена Еще в 1958 году начали строительство главного стадиона области Который все знали под скромным именем «Центральный» Но в самом начале он назывался «Волга» Тот стадион строили по стандартному типовому проекту Так что он мало чем отличался от других советских стадионов Уже в то время стадион вмещал 40 тысяч человек А на матч открытия в 1962 году пришли и вовсе все 45 тысяч Но и эта цифра не максимальна В 1963 году Волгоград посетил Фидель Каспро И в заключении его визита было запланировано выступление на стадионе В тот день на нем присутствовало свыше 60 тысяч человек В середине 90-х футбольный клуб «Рота» Номинальный хозяин «Центрального» показывал отличные результаты И благодаря этому в рамках выступления в Еврокубках Волгоград приезжали такие гранды футбола Как «Ман Юнайтед», «Нант», «Бордо», «Лацио», «Цервена Звезда» И это далеко не все клубы В 2008 году хотели провести «Евро» в России И Волгоград должен был быть в списке городов Поэтому преждевременно начали проводить реконструкцию Но «Евро» в итоге прошло в Австрии и Швейцарии А стадион так и бросили, наполовину разрушены И с этого момента зрителей допускали только на восточную трибуну А вместимость уменьшилась до 12 тысяч человек Параллельно с событиями, связанными со стадионом Развивалась весьма плачевная картина с футболом в Волгограде В чемпионате России 2004 года «Ротер» занял последнюю строчку в чемпионате И по итогам сезона клуб вылетел из вышки А в 2005 году «Ротер» лишил статуса профессионального клуба Дальше уже в ПФЛ, тогда это был второй дивизион Выступал фарм-клуб основной команды «Ротер-2» Который спустя сезон потерял приставку «2» и стал основным клубом Вплоть до 2009 года, того момента, когда клуб приостановил футбольную деятельность Спустя год была попытка возродить клуб, но в 2015 году он снова снялся с чемпионата Сейчас в РПЛ выступает совершенно новый «Ротер», мало имеющий общего с тем клубом, который отжигал в 90-х В 2018 году в России должен был пройти Мундиаль И в этот раз Волгоград уж точно должен был принять матчи Это решение было принято в 2012 году, но «Центральный» просуществовал еще два года Вплоть до 2014 года, пока разрабатывали проект В этом процессе предлагали возвести стадион в другом месте В частности, в советском районе или противоположном склоне Мамаева-Кургана Но на самом деле, место «Центрального» идеальное И в итоге все-таки решили строить тут По первоначальному проекту было видение построить стадион, вдохновленный названием клуба Но долго эта концепция не просуществовала Потом хотели построить стадион с одной массивной трибуной Но в итоге остановились на том варианте, который получился в итоге В 2014 году «Центральный» снесли И начались работы по строительству нового стадиона Во время строительства на территории было обнаружено более трех сотен снарядов И это о очень многом говорит в истории города По первоначальным оценкам, стадион должны были построить за 10 миллиардов рублей И угадай что? Он подорожал В итоге все вылилось в сумму более 17 миллиардов рублей Закончить строительство планировали зимой 2017 года Впрочем, и тут ничего нового Сроки сорвали и закончили только весной 2018-го Первый матч на этом стадионе состоялся 21 апреля 2018 года Когда «Ротер» обыграл со счетом 4-2 луч «Энергию» А 9 мая в один из важнейших дней для «Волгограда» состоялся третий, заключительный тест И это был очень позорный финал Кубка, в котором сыграли «Авангард» и «Тосна» Кубок забрал «Тосна», который вылетел из «Арпел» и был расформирован Во время Мундиаля тут прошли 4 матча и из звездных сборных тут были только Англия и Польша Невероятно, но факт Полного аншлага в «Волгограде» не было ни на одном матче Хотя билетов на сайте FIFA не было Не успел даже закончиться чемпионат мира, на «Волгоград» обрушились сильные дожди И стадион решил потихоньку уплыть «Волгу» Но у него не получилось, смыла только часть прилегающей территории Слава богу, иностранцы уже давным-давно покинули город И не увидели этого ужаса своими глазами Пока стадион строился, его назвали «Победа» На время Мундиаля переименовали «Волгоград» «Арену» И был разговор о том, что потом ему вернут прежнее название Но, видимо, это были только слухи Был, конечно, еще разговор, что стадиону вернут историческое название «Центральный» Но, слава богу, пока что этого не сделали Сколько центральных в России, теперь столько же и «Арен» А «Дон», «Победа», «Космос» По-настоящему крутые имена Почему-то остаются только мыслями вслух На данный момент «Волгоград Арена» является домом для «Ротера» Но, в принципе, так быть и должно Согласно голосованию, на сайте «Стадион Ди Би» «Волгоград Арена» Это лучший стадион мира 2018 Правда, это всеобщее голосование В голосовании жюри наш стадион занял только пятое место Как я уже сказал, стоимость строительства стадиона составила более 17 миллиардов рублей Вместимость стадиона – 45 тысяч мест, даже больше Итого, по курсу на начало 2018 года стоимость одного места на стадионе – 6,5 тысяч долларов Что на порядок дешевле Краснодара и Ростова Недалеко от стадиона, но и от Мамаева кургана расположена стоянка для автомобилей, где болельщики могут оставить свои машины В принципе, все как обычно Проблем с выездом не наблюдается Вообще, логистика устроена здесь достаточно хорошо С территории стоянки стадиона открывается великолепный вид на Волгу Здесь по вечерам собирается молодежь и наслаждается видами Но по вечерам-то почти ничего не увидишь Кстати, вон тот мост подсвечивается разными тонами Танцующий мост его еще называют Ну а вообще, как я понял, что здесь собирается молодежь по остаткам выпитого и съеденного Такое чувство, что здесь не убирали, ну, порядка месяца точно И мусорок здесь тоже нет Через два с половиной часа стартует матч футбольный клуб Ротер против ЦСКА И вот там мы и проверим А пока любуюсь видом и наслаждаюсь великолепной Волгой Где-то вы это уже слышали, наверное, в нижнем, да? По-любому Похоже на нижний? Думаю, да За счет сквозного фасада стадион очень-очень продуваемый Тут даже проверять не нужно, тут уже понятно все сразу Волга рядом, ветер сильный, фасада, по сути, нет Но в холодное время года однозначно здесь очень-очень прохладно Сегодня тепленький денек, нам повезло Ах, я же не ответил на вопрос А все ли так хорошо с территорией вокруг стадиона? Как кажется на первый взгляд Как видите, то место, которое тупо смыло во время ЧМ отремонтировали И сейчас тут все как будто ничего бы и не было Но на самом деле не со всех сторон здесь все прям-таки облагоустроено С одной стороны все смотрится несколько печально Но там к стадиону примыкает парк дружбы Волгоград-Баку И он сейчас еще не совсем достроен Справедливо будет посмотреть потом примыкание этих зон Но на данный момент что имеем, то имеем Есть еще маленькая стояночка возле стадиона Куда, если успеете, вы можете поставить свой автомобиль Здесь, конечно, намного-намного ближе до гейтов Но нам еще нужно проверить, насколько далеко основная стоянка от стадиона Это же тоже интересно, не правда ли? Чтобы попасть со стоянки на стадион, нужно обойти парковку, ну и немного пройтись Сейчас мы проверим, сколько же это немного составляет по времени Время сейчас 16.09 Пошли! Пять минут Это же совсем немного Но что делают люди, если вдруг они без авто? Доехать до стадиона не составляет проблем Троллейбусы, автобусы, трамвай, маршрутки Вот что есть в городе, все ходит сюда На любом из видов этого транспорта вы можете добраться до стадиона Билеты на матчи ротора вы можете купить на сайте клуба Но в любом случае он приведет вас на кассир Также вы можете сразу по запросу билета футбольный клуб ротор Перейти на сайт kassir.ru Волгоград и приобрести там билет Билет на сегодняшний матч я купил за полторы тысячи рублей Дорого ли это? Ну, относительно Но это ЦСКА И место хорошее Я считаю, что не особо-то и дорого Ну а вообще обычно стоимость билетов начинается от 400 рублей Вот и на ближайший матч с Лолка ценник точно такой же Но поразили меня тут Совсем не билеты, а вот что Официальных точек продажи трибутики на пристадионной зоне нет Ходят люди продают шарфы Но я уверен, что это не официальные представители клуба Но не очень как-то Люди толпятся на гейтах В городе праздника нет Входы открыты, пора заходить Может быть все изменится в чаше Сейчас проверим это ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 с выхода к полю и тут мы впервые знакомимся с чашей которая само собой мало того что в цветах клуба так еще и с выложенной надписью ротор что уж говорить визуально все неплохо и стилизовано так как и нужно и вот казалось бы выход на поле это должно быть максимальной точкой эмоций а здесь все по-другому самое интересное ожидает дальше но это конечно же на мой взгляд зона выхода на поле стилизована и сделано в цветах клуба но можно было постараться конечно же еще но и так целом неплохо вот уже сейчас я могу смело заявить что эта зона круче чем у некоторых московских клубов так что ого ого а потом уже что впечатляет еще больше домашняя раздевалка да ты не ослышался она не на ремонте и вот тут хочется заявить во весь голос ну какая волгоград арена это же стадион для побед победа должен он называться победа но увы настолько пропитана этим духом раздевалка вот только странная вещь как так получается что я прочувствовал эту атмосферу и обстановку а футболисты ротора нет слушай я реально респекту обслуживающему персоналу стадиона они тут такие молодцы отремонтировали и домашнюю и гостевую раздевалку если посмотришь мои другие проверки то поймешь что на других стадионах их постоянно то и делают что ремонтируют когда-нибудь мои сарказмы доведут до того что меня никуда не пустят что хочется сказать они не поскупились даже на отделку гостевой раздевалки это же на самом деле такая редкость послушайте вот волгоград арена не кичится тем что мол у нас проводили матчи чемпионата мира и на этом кресле сидел никто иной как роберт ливандовский тут сейчас речь не о том хорошо это или плохо о том что если стадион не пытается повысить привлекательность тура за счет каких-либо событий то отделка должна выглядеть именно так потому что тут открываешь рот и думаешь вот это да какие впечатления от тура да в целом показали все то что интересно обычному человеку без ненужных локаций и за счет этого мы никуда не торопимся и у нас предостаточно времени чтобы обсудить и послушать просто хорошее повествование о стадионе амнат сави кустов асинтеншин а аминты пиво дарасе За моей спиной вы сейчас видите, что никакого намека на матч, да и на пристадионной зоне нет. Вся надежда остается только на чашу, но почему-то я уверен, что ничего такого мы там с вами не увидим. Здравствуйте, самый популярный шарф и матчевый азербайл. Так, самый популярный шарф. Вот, вы готовы? Пакет, пожалуйста, есть? Пакетов нет, у нас не предусмотрены пакеты. Так, он кушает 750 рублей. Ваша издача 1450. Господи, что это было? Ну это же дичь. Господи, что это было вообще? Кажется, мы вернулись в Химкин. Самое интересное, это онлайн период. На пристадионной зоне, да, это были представители тоже клуба. Один из них был с перегаром и открыто заявлял, что он с перепоем работает, денежка-то нужна. Шарф у него стоит 700 рублей. По прайсу он здесь 600 рублей стоит. Но можно было торговаться за 600. Вы просто понимаете, абсурдная ситуация, что это? Мы вернулись лет так на 10-15 назад. В любом случае, шарф футбольного клуба «Рота» и матчевый журнал мы разыгрываем в конце этого выпуска. Шарф 600 рублей, матчевый журнал 150 рублей. Ну и дичайше, что пакетов нет. Как-то у вас пакетов нет. Это что вообще за глупость? Мне сейчас придется это таскать в руках. Но это нечто. У меня шок. Больших баллов тут не ждите, увы. Арена Химкин. Что сказать? Только покрасивее будет. В целом, ситуация очень странная. Вот те люди, что были за пределами стадиона, вроде бы не от клуба. Но шарфы у них один в один, как эти. Здесь вообще, похоже, не слышали ни о отчетности, ни о кассовых чеках. И в каком-то смысле вы не предусмотрели пакеты. Год назад была эта же точка. Мда. Матчевый журнал, ну тоже так себе вообще. Его не хочется купить. А значит клуб отрезает себе потенциальный доход. Получается так. А вот шарф такой очень плотный, хорошего качества. И 600 рублей – это среднерыночная цена. Дует, 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 очень сильно дует. Зато тут работает кейтеринг. Ура. Недавно под трибунку стадиона украсили вот такими фотографиями. Можно сказать флешбеками из памяти ротора. Болельщики по-любому оценили. Но все-таки нужно признать, что если бы не фотки, то было бы довольно уныло. Просто все белое. Цветов не хватает, кажется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двенадцать минут до матча, сидим без музыки, скучаем. Никакого матча Д. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это просто нереально унылое зрелище. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда же она все-таки заиграет-то? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неужели? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СССР, Москва. Моя руководитель Игорь Акин-Фиев. Моя руководитель Мария Геннадьевна. Дамы и господа. Супер, супер, супер. Моя руководитель Мария Геннадьевна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в наш канал! Ты слышишь, да, как дует сейчас ветер? Представь, каково людям ходить сюда? Великолепные виды на Волгу в противовес продуваемости стадиона Что лучше, виды, впечатлить кого-то или замерзнуть очень-очень сильно Но для впечатлений, с учетом того, что чемпионат мира проводился летом, то, конечно, это больше впечатляет И прохладно, и любишься на Волгу, и красиво все получается Ну, зимой это прям детская боль Как обычно, мы проверяем еду Стаканы под кофе, стилизованы под клуб, футбольный клуб Рота Я взял люля, еда достаточно теплая, 300 рублей и все Я на стадионе не нашел ни одной точки продажи прибутки Что касается еды, это съедобно, но еле мои лучшие По ценам, приемлемые цены, довольно-таки неплохо Точек продажи питания достаточно много на стадионе Только столиков нет, вообще Все трибуны прямо как мы любим, обнесены стеклом Эх, если вводят фан-айди, то зачем отгораживать болельщиков? Я опять и снова, чего-то не понимаю Чтобы понять, насколько это продуваемый стадион Можно посмотреть на флаги за моей спиной Тут нереально дует, и из-за этого очень холодно Но, видимо, не всем Самое интересное, что дует именно с Волги Вот я сейчас перешел на другую противоположную сторону И здесь намного теплее Ветра нет, ну почти совсем нет Поэтому есть смысл в зимнее время года взять билеты На противоположную трибуну от реки Ну а летом, может быть, ветерок не спасает Волгограде к чемпионату мира построили один из самых впечатляющих и красивых стадионов Внутри форма чаши, он достаточно сильно похож на стадион в Нижнем Новгороде Но вот внешне между ними сходство только то, что они оба круглые Ну и находятся на берегу Волги Тоже оба Если захотеть, то можно и легко найти сходство между стадионами в Волгограде и Пекине Да, его очень часто сравнивают с птичьим гнездом Но если они и похожи, то только хаотичностью линий на фасаде Чаще всего Волгоград арену ассоциируют с фейерверком Конечно же, в честь победы Особенно вечером, когда стадион полностью светится А крыша сверху – это велосипедное колесо сине-белого цвета По крайней мере, так говорят архитекторы Вот тут вот я уже честно, задумки не понял Основная же идея – создать воздушный стадион С этим они уже явно перестарались Да и звучит это понятие «воздушный» как отмазка на все времена Но с одним точно уж не поспоришь Внешне стадион в Волгограде смотрится реально круто Выводы, выводы, выводы Ну что ж, футбольный клуб «Ротер» походу считает, что его болельщики ждали больше 10 лет возвращения клуба в РПЛ И они пойдут на стадион и так Зачем нужны какие-то активности и матч-дэй? Зачем ставить дополнительные точки атрибутики? Как было в ФНЛ одна точка, так она и осталась Стадион же очень продуваемый, очень холодный Но здесь вопрос-то не к клубу Вопросы к организации матча Хорошо, на стадион пойдут болельщики и так Потому что они соскучились по большому футболу Но пройдет время, если «Ротер» останется в РПЛ Болельщики пойдут тоже на спад Многие на стадион перестанут ходить, потому что клуб не показывает результаты Если это, конечно же, продолжится А зачем идти на стадион, когда можно посмотреть в уюте дома по телевизору? Нужны активности в день матча? Они нужны, они обязательны Нужно что-то придумывать с объявлением состава Фанилика лонки на стадионе Но это такие мелочи Не хочется раздувать из мухи слона Но мелочь на мелочь накладывается И вытекает в огромный такой комок противный И впечатления у меня Не то, что негативные Они достаточно странные Такие вроде бы они и позитивные Потому что красивый стадион, хорошее место для постройки Это Ирена выбрали Но вот организация, все это Ну что-то все-таки не то Думаю, посыл передан Вы меня поняли? Отправляемся выставлять баллы И тогда уже будем составлять рейтинг И тогда посмотрим, какое место Волгоград-арена займет В нашем списке стадионов В прошлом выпуске о стадионе в Ростове-на-Дону Был довольно-таки неплохой розыгрыш И для участия в нем Вам нужно было написать в комментариях Ответ на вопрос Как жители Ростова-на-Дону Называют место, где построен новый стадион И правильный ответ Лебердон Как обычно, я выбрал победителя рандомно Он и его комментарий сейчас на экране Пожалуйста, отпишись мне в соцсетях Ссылки на них есть в шапке канала Сегодня же у нас розыгрыш поскромнее Маска на футбик Матчевый журнал и шарф Ротор Для участия нужно быть подписанным на канал И клацнуть колокольчик Это обязательно А также написать в комментариях Своё мнение о проверке И стадионе А вот внизу Дописать ответ на вопрос Как назывался изначально стадион Построенный на месте Волгоград-арены Подсказка Ответ не центральный Удачи тебе! Начнём с прошлой проверки А именно Ростов-арены В прошлом выпуске она показала Достаточно неплохой результат Но теперь я провожу голосование В инстаграм Где вы можете изменить Одну самую несправедливую На ваш взгляд оценку В этот раз Снова Вам не понравилась оценка 7 За внешний вид И по итогам голосования Мы её меняем на 8 Следовательно Плюс 1 балл Но на общую картину в рейтинге Это никак не влияет Я напомню Что ВТБ РЖД И Химки Мы в дальнейшем Немного подправим Но это позже Сейчас же Переходим К Волгограду Здесь есть Как слабые Так и сильные стороны Если смотреть На стадион в целом Как только на сооружение И закрыть глаза На некоторые недочёты То это прям уровень А если завести разговор На тему Организации матчей То это совершенная противоположность Но благо Что это всё Поправимо Итак По пунктам Первая сильная сторона Стадиона Это логистика Я уже сегодня упоминал В выпуске Что место подобрано Идеально Сюда не сложно добраться Любой вид транспорта Вам в помощь В том числе И электричка Станция которой Находится Прямо перед стадионом И метро Трам Это такой Аналог метро По сути То же самое Только в нём Ходят с крамваи Недаром Стадион Получил приз Всеобщего голосования Внешне Уж Он очень Притягателен И вечером Постоянно Радует глаз Только вот с ротором Общего у этого фасада Почти ничего нет Но зато Есть с салютом победы И это правда Круто Оригинальный Стадион Наверное Больше всё-таки Да Чем нет Хоть его и сравнивают С пекинским гнездом Сходство у них Уж Очень Отдалённое Сейчас стадионные туры Уже запущены Меня наверное Уже сложно Чем-то удивить Но вот сюда Точно стоит сходить Им есть что показать А вам Посмотрим И снова О местоположении стадиона Ему этим повезло А бонусом Он получил Красивый вид на Волгу И Мамая в Курган Куда пойдёт Любой приезжий Если конечно Ему не лень Если во внешности Стадиона С клубом Мало чего связывает То в чаше Выложено его название Да и сиденье Установлено В его же цветах Но если честно Можно было поинтереснее Что-нибудь придумать Под трибунка Вообще не выделяется Ничем Просто однотонные Голые стены Но сейчас Нашли кое-какое Решение с фотографиями Ну а раздевалки клубов Это вообще Что-то с чем-то Мало того Что хозяйская Нереально крутая Жаль только Ротору не помогает Так ещё и гостевая Прям топовая Честно Такой раздевалки Для гостей Я ещё нигде не видел Клубный магазин Вот тут жёстко Мало того Что не пойми Кто бродит Прямо перед стадионом Хотя В принципе Ситуация Когда в дни матча Торгуют палью Обыденная Но в то же время Обычно Неподалёку Работают Официальные Точки продажи Атрибутики Так ещё и Точка на территории Стадиона Просто жесть Тут никакой Клиентоориентированности Будто Каменный век Странно Что в клубе До сих пор Не поняли Что отрезают Для себя Потенциальную Часть дохода Билеты на матчи Продаются На сайте клуба С последующим Переводом На сторонний сервис Никаких Билетов Для смартфона А вот По ценнику Может быть И дороговато Для региона С не самым Высоким Уровнем ЗП Но всё же Приемлемо Очередная Слабая сторона Я бы сказал Слабейшая Люди Скучают Перед гейтами На территории И в чаше Перед началом Матча Кажется Что в этом направлении Тут совсем Не работает И как итог В этом городе Грустный футбол Сиденья на трибунах Противовандальные А вот С первых рядов Не очень смотреть футбол Всё из-за стёкол Атмосфера на матче Как и принято В регионах Есть Но не самая шумная Рота Клуб С богатой историей Но спустя годы По-любому Что-то забывается Да и смена поколений Хочешь не хочешь А произошла Так как Рота Новичок РПЛ Глупо будет считать Посещаемость Сезоне С ограничениями В общем Не самый атмосферный Стадион Оно знаешь Как я и сказал Накапливается Возможно Если бы была Хоть чуточка Какого-нибудь шоу Перед матчем То и бал Был бы другой Акустическая система Не совсем исправна Или не совсем Настройка Но слушать Диктора Не очень Из-за конструкции Это не очень громкий Стадион Но далеко И не самый тихий Чаши установлены Два медиаэкрана Качество Неплохое Стилизованные Стаканчики Мелочь А приятно А еще приятнее Что на таком Холодном стадионе Теплая еда А еще тут Доставляют питание Прямиком на ваше место Что удобно для вас Неудобно для окружающих Правда Но все-таки Это сервис Вы видели Насколько это Холодный стадион Решение Абсолютно Не продумано Проектировщиками Вот так Идешь на футбол И надеешься Что ветра Сегодня не будет Ну а крыша По кругу Накрывает Все трибуны Итого В сегодняшней проверке Волгоград-арена Набирает 93 балла И обгоняет Ростовский стадион Это не значит Что тут все идеально А лишь указывает На то Что у каждого Есть свои Слабые места Здесь у меня Складывается впечатление Что с людьми Или не хотят Или не умеют Попросту работать И как бы не был Низок уровень Нашей лиги Тут по организации Матча Не дотягивают Даже до него Но при всем При этом В Волгограде Стадион Является примером По местоположению Стилистике И видно Что руководство Пусть медленно Но шагает В верном направлении Но это касается Только стадиона Никак Не организации Матча Тут еще предстоит Много работы Практически С нуля Я жду тебя В комментах Участвую в розыгрыше Кстати Жду твоих лайков И надеюсь Ты подписался На этот канал Скоро вернусь С интересной проверкой Клацни колокольчик Чтобы не пропустить Мы едем В Грозный Не прощаемся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok